Привет, меня зовут Даша Жаркова, и это новый подкаст TP Stay Secure о безопасных платежах, мошеннических схемах и о том, как им противодействовать. Мы делаем его вместе с партнером Сезона, компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей. Когда читаешь новость про очередную мошенническую схему, сложно поверить в то, что это произошло на самом деле. И как же часто нас посещает мысль, такое может случиться с кем угодно, но только не со мной. Не так давно Visa провела исследование «Плати безопасно», которое показало, что 85% казахстанцев не распознают тревожных звоночков, указывающих на то, что они столкнулись с преступниками. 23% из них становились жертвами мошенничества и были обмануты более одного раза. Stay Secure – это подкаст, в котором мы вместе с приглашенными экспертами осваиваем технику безопасности и разбираемся, как защитить себя и свои финансы. Гостья этого выпуска – Вика. Не так давно она столкнулась с мошенниками. Мы решили поговорить с ней о том, как действовали злоумышленники и с какими неприятными последствиями пришлось столкнуться после. А о поведении, мотивах мошенников и о состоянии человека, подверженному атаке, мы поговорили с психологом Виктором Мальчиковым. Меня зовут Вика. И я сталкивалась с такой проблемой, как мошенничество в интернете. Это случилось год-два назад. Причем я была наслышана про эту тему, о том, что да, есть такое, что там звонят мошенники, списываются деньги. Но вот когда ты сам сталкиваешься с этой проблемой, как-то все твои знания, которые ты знал, они как-то улетучиваются сразу. Так случилось, что мне позвонили, представились уполномоченными начальниками или какими-то должностными лицами высокими и сказали, что если у вас такой-то родственник, он хочет взять то ли на вас кредит оформить, то ли денег взять. Я говорю, нет, таких родственников у меня нету. Когда говорят, ну вот на вас хотели оформить кредит. Ну, естественно, вот с этого момента начинается уже паника, так скажем. Тогда сейчас вам там позвонит другой высокоуполномоченный какой-то человек и скажет вам, что вам делать, потому что якобы ваши счета сейчас находятся под угрозой. Я говорю, хорошо, мне звонит уже другой человек, представляется человеком вообще с Астаны, с Нацбанка. Он мне скидывает документы там в WhatsApp, что вот у него там есть удостоверение, что он такой-то, такой-то. Я говорю, да, 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 представился. А второй, наш алматинский тоже, я не знаю, кем он там представился, тоже то ли следователь, следователь он представился. И он сказал, значит, как только закончится вот эта вся история, вы ко мне придете. Он назвал адрес, он назвал кабинет, вот вы туда придете, значит, и мы с вами тебя подпишем, то, что вот все вот это вот, значит, было. Вот, но это важный момент, потому что вот потом поймете почему. Вот, я думаю, все хорошо. Значит, мне не дают кредиты в этих банках, я более-менее уже, мы расслабились с папой. И папа такой говорит, все, езжай домой спокойно. И этот человек, вот этот с нас банка говорит, все, вы тогда езжайте домой, я вам позвоню, и я вам скажу, как обезопасить ваши счета, потому что они там под опасностью до сих пор, с них могут снять деньги. Я говорю, хорошо, все, папа у меня уезжает по делам, я еду домой. То есть я целый день, во-первых, носилась по этим банкам, я приезжаю домой. Я уже в таком состоянии была абсолютно, у меня отключился уже мозг, и все у меня отключилось, я уже просто хотела поесть спокойно и лечь спать. Но вот этот человек, он опять мне звонит и говорит, давайте подключайтесь там, то ли по скайпу, то ли где-то там, давайте вот будем смотреть ваши счета. И я все настолько автоматически начинаю делать все, что он мне говорит, вообще абсолютно без задней мысли. Я подключаюсь, он получается начинает, я демонстрирую экран, он видит мой экран телефона, и он говорит, вот сейчас нужно пройти какую-то там двухфакторную проверку, биометрические данные, то есть все. И вот последнее, что он говорит, такой, все, чтобы вот обезопасить ваш счет, я вам сейчас выделю ячейку в каком-то банке, у вас будет там представитель, запишите его номер, запишите его т-та-та-та, ваши деньги будут в безопасности. Я говорю, хорошо, и он говорит, все, вот у вас там есть депозиты, закрывайте депозиты, переведите все на карточку, а потом с карточки, вот ваш лицевой счет, как он назвал это, ячейкой, и переводите все туда. Я абсолютно вот без задней мысли, я взяла все свои деньги, которые у меня были на тот момент, и просто перевела сама, просто сама перевела их в эту ячейку, как мне показалось, чтобы они были в безопасности. Я до последнего была уверена, что это не мошенники, вот просто, и потом мне папа говорит, звони в полицию нашу и спрашивай, вот есть ли там такой-то, такой-то, и вообще, тебе же назвали, там кабинет, куда подойти в конце, вот про следователя, собственно. Я звоню, никто не берет трубки, все, потом приезжает мама, папа, все на панике, естественно, и мы дозваниваемся в отдел там РУВД какой-то, да, и я называю там, что вот такой-то, такой-то человек, вот такой-то, такой-то кабинет, и мне по телефону говорят, что этот кабинет уже как год опечатан, и в этот момент, когда мне сказали, что он опечатан, я просто только в этот момент, я понимаю, что все-таки это была все неправда, то есть, ну, только вот в самый этот последний момент я понимаю, что это мошенники, мы с папой едем писать заявление, естественно, я, ну, ни на что не надеялась. Хорошо, Виктор, а теперь вопрос к вам, есть ли условия, которые, допустим, толкают жертву на то, что она не понимает, что она сталкивается с мошенничеством, допустим, вот Вика сказала, что она была достаточно хорошо осведомлена о всех способах мошенничества, и не раз слышала о многих кейсах, но при этом все равно попала в эту жиловушку, это можно ли связаться с каким-то психологическим фактором, допустим, то, что человек мог накатиться в стрессе? Конкретно сложно в этой ситуации сказать, ну, стресс не помогает нам критические мысли, да, мы устаем, иногда сложно нам реагировать на какие-то ситуации, стресс не помогает, как один из факторов, он может влиять, но мошенники создают такие условия, да, в которых человеку нет смысла подозревать, то есть, он идет в один шаг, второй, третий шаг делает, и все окей, все нормально, да, ничто не вызывает подозрения. Это как вот с правилом три да, добейтесь, чтобы человек сказал три раза да, и четвертый раз, даже если он не хочет что-то делать, он скажет да. Вот они примерно такой же метод используют, там, идешь, шаг не страшный, не страшный, не вызывающий подозрения, да, и шаг, который уже вызывает подозрения, ну, вроде как ты имеешь доверие к человеку, да, потому что все было же окей, когда ты прошел там определенный путь. Вот, делаешь шаг, а он уже не дает возможности вернуться обратно, плюс они создают состояние такой паники, страха, и формируется так называемое туннельное мышление, да, у человека, он не видит ничего по сторонам. Ну, то есть, вот эти вещи вспомнить, что вот есть мошенники, что они так действуют, там, и так далее, до этого мысль не доходит, потому что в фокусе уже какая-то ситуация, на которую тебя сфокусировали, к которой тебя привели, да. То есть, ты видишь только вот свет в конце туннеля, а по сторонам оглянуться не можешь, потому что ты сфокусирован, раз, второе, тебе не дают. То есть, будь на связи, будь на связи, не ложите трубку, все это не дает человеку оглядеться, да, по сторонам. Там, я сейчас перезвоню, и он там перезванивает, не дает подумать, да, не дает взвесить, не дает получить какую-то информацию извне. То есть, тебя вот в этом туннеле закрывают, все, и двигают, ну, так, как нужно, да, по тем шагам, по тем алгоритмам, которые у них запланированы. Да, действительно, согласно исследованию визы, на основе которой мы делаем подкаст, оно показывает, что люди чаще всего отреагируют на сообщения, на призыв мошенников в том случае, если в его сообщении как раз-таки содержится призыв к чему-то, и он очень срочный. Срочность. Срочность. И я подозреваю то, что в первую очередь от этого и вытекает страх. Можно сказать, что в первую очередь человеком двигает страх, может быть? Конечно, двигает страх, да. То есть, основные сообщения, то, что вы можете что-то потерять, что с близкими может что-то случиться, да, вы можете, там, финансовые какие-то понести потери, да, и это требует немедленного вмешательства вашего. Создается вот эта такая истерика, да, стресс, напряжение, что вы сейчас прямо можете потерять. Все, страх овладевает человеком. А страх не дает уже критически взвешивать факты, да, которые вам там предлагаются. Но при этом как будто есть страх из-за того, что тебе как будто немного угрожают, и ты можешь потерять свои деньги. Но в том числе тут играет, наверное, роль вот эта авторитетная фигура, которой Вике представлялись, то, что это не просто случайные сотрудники колл-центра, а это прям следователи, в том числе уполномоченные и так далее. Мистер и миссис просто полнейший. Почему вот работает эта штука, то, что ты больше доверяешь авторитетам, то, что ты чувствуешь себя безопасностью, и как это сходится, что ты боишься, но и доверяешь при этом? Ну смотрите, мы же в целом все время есть какие-то авторитетные люди. В детском садике это воспитательница, которая говорит, делай так, делай так, будет хорошо, сделаешь так, будет плохо. Домой ты приходишь, родители говорят, нужно делать так, нужно делать так, и ты привык выполнять распоряжения. Мы приходим в школу, учителя говорят так, так, так. Ну то есть в целом в нашей культуре не особо учат выбору ответственному, принятию решений. И здесь вера в авторитет, она незыблемая. И когда говорят, что это должностное лицо, называют какие-то подтверждающие факты, адрес, телефон, фамилию. Мы верим в эту историю, потому что нам так привычно. Авторитет не может обмануть, если он представитель государства, если он представитель правоохранительных органов, а мы все время слышим, что они работают для того, чтобы нас защищать. Государство обеспечивает нашу защиту. И окей, да, да, все понятно, да. На душе мир и покой, я следую за авторитетным лицом. Ну это, наверное, только в начале. Вика, а ты можешь поделиться вот именно чувствами, наверное, эмоциями, которые ты испытывала во время самого всего этого процесса? Я призываю, что он был достаточно долгим. Он целый день занял. Целый день занял. И, наверное, после, когда ты вот уже поняла, что ты наткнулась на мошенников? Да. Ну первое, наверное, это чувство паники, естественно, о том, что, да, как же так, мои там счета, деньги под угрозой находятся. Второе, вот правильно, страх, потому что, и мне скинули документ, где прям прописано, что нельзя разглашать информацию третьим лицам, что якобы все. То есть кому-то сказала, то и меня посадят, и всех посадят. Естественно, да, меня держали вот в страхе, потом… Можно еще, да, вот на это прокомментирую, да? И, ну, это есть определенные шаблоны, которым мы доверяем, потому что мы от банка, там, каждый раз, когда получаем смс, да, там, с кодом подтверждения, там, не разглашайте третьим лицам. Эти шаблоны, они встроены у нас, да? И мошенники также пользуются этими заготовками, шаблонами, которым мы там ежедневно верим, которым ежедневно мы доверяем, да? Потом уже к концу, когда я уже поехала домой, у меня была ужасно дикая усталость, и я понимала, что на фоне вот этой усталости, что я целый день таскаюсь по этим банкам, вот с этим совсем, у меня уже вообще не работает голова абсолютно. То есть я не могу как-то мыслить и не могу трезвую вообще ситуацию оценить. Потом, наверное, когда я поняла, что все-таки это мошенники… Ну, что-то вина или страх? Наверное, чувствую, ну, вины не особо, как бы, не знаю, меня просто родители, да, они поддержали меня, за что им большое спасибо. Они сказали, ну, раз уже что сделано, то сделано, как бы назад мы ничего не вернем, как бы теперь, да, мы знаем, что такое действительно есть. То есть мы с этим столкнулись, и теперь уж точно второй раз на одни и те же грабли не наступим, вот. Ну, и потом, наверное, после всего этого, несколько недель я замечала за собой рассеянность. Я постоянно думала о том, что я где-то что-то забыла, куда-то мне нужно вернуться, что-то где-то, вот такое состояние рассеянность. Немножко меня преследовало недели две после этого, потом я, в принципе, восстановилась, всё, отпустила ситуацию. Ну, такая психотравмирующая, да, ситуация всё равно, да. А вообще, если можно дать оценку всему этому, то есть с психологическим состоянием, которое потом у жертв случается, которое у него устраивается, что ещё может произойти? Допустим, ухудшается доверие к окружающим, ты меньше доверяешь или ты, в принципе, попадаешь в какую-то яму, ну, я понимаю, что это, во-первых, финансовые трудности могут возникнуть, и вот последствия вообще, какие могут быть психологические у человека, помимо тех, которых озвучила Вика? Ну, как вот одна из мыслей, которую уже озвучил, да, психотравмирующая ситуация, она влияет на нас, да, то есть может сформироваться такая установка, что никому нельзя доверять. То есть она иррациональная, она мешает потом жить, мешает взаимодействовать с людьми, ну, человек может как-то выпасть из социума, да. Мне кажется, ещё идея про стыд может быть, да, что как я вот смог, да, я же вот такой вроде бы умный, да, вроде бы рациональный, там, могу критически мыслить, как я поддался на это, и вот человек может испытывать чувство стыда, классно, что родители поддержали, классно, что родители не стали обвинять, да, это очень ценно, да, потому что это помогло пережить эту ситуацию, да, и не запасть туда. Если про портрет жертвы говорить, ну, наверное, это следование, там, за авторитетами, да, ну, один из таких моментов важных, да, то есть есть люди, которым я доверяю, иду за ними, там, и так далее. А ещё, наверное, момент — это способность критически мыслить, оценивать ситуацию. Вот ещё одна мысль про психологию жертвы — человек тревожный должен быть, ну, то есть люди тревожные, они легче поддаются, да, влиянию. Мошенник поднимает уровень тревожности, а потом предлагает его снизить через определённые действия, да, и всё, и человек на крючке, и он пошёл, потому что он хочет обрести состояние покоя, и двигается, да, к этому, им ей говорят, вот сделаешь так, и будет тебе хорошо, будет тебе спокойно, да, то есть ты не будешь переживать, ты будешь в безопасности. А что делать в стрессовой ситуации, вот в такой, ну, допустим, тревожному человеку, это лучше взять паузу и обдумать всё? Вы ответили на... Всё, прекрасно. На самом деле, вот любая ситуация, которая возникает, надо брать паузу, надо брать паузу и замедлиться, ну, то есть за 10 минут ничего не произойдёт. Есть мысль такая, что про контакт ещё, да, мошенники, вот они устанавливают контакт, и с мамой-то разорван контакт, ну, в моменте, а с ними он хороший, да. Поэтому нельзя трубку бросать ни в коем случае. Да, и когда с мамой там разговор идёт, мама воспринимается как такой вот фон, да, получается, да. Вроде как мама авторитетная фигура, но в этот момент мошенник становится главным, да, выше. Хотел сказать про, ну, вот они же, они цепляются за потребности там определённые, ну, вот потребность безопасности, для нас важна потребность там в благополучии, важна помочь другим, ну, вот мы хотим тоже себя реализовывать в этом, и за это тоже могут цепляться, да. И да, есть этот момент, любовь к халяве, скажем так, да, там такое магическое мышление, да, сейчас произойдёт чудо, я чего-то там получу, да, это тоже крючок, да, за который могут зацепиться. А может, это можно разделить как-то по темпераментам? Допустим, ну, кого можно было бы отнести к тем, кто чаще всего попадает в сети мошенников, а кто вот прям слишком стойкий, чтобы завладеть его вниманием? Вряд ли по типам темперамента бы я разделил, да. Да, то есть люди, смотрите, там, меланхолик, он такой спокойный, замедленный, да, и мошенник с ним будет спокойно, замедленно создавать вот этот процесс паники, да. Они подстраиваются, они очень качественно подстраиваются под тип человека. Если он сложно понимает, с ним будут медленно, там, доходчиво, методично объяснять. Если человек резкий, быстрый, с ним будут так вести себя, да, там, сангвиник он или холерик, быстро принимает решение, ему будут разгонять скорость. Там, взаимодействие, да, не давать выйти из этого туннеля, выскочить из него. Вот, поэтому, как сказали, любой может оказаться на месте, да. Очень интересная и поучительная история, которая прям в красках демонстрирует то, как действуют мошенники. Вика, спасибо тебе большое за откровенность и смелость рассказать о своем опыте. Я надеюсь, что этот рассказ будет неким предупреждением для наших слушателей. Виктор, вам тоже большое спасибо за профессиональный взгляд на все психологические аспекты, как мошенников, так и жертвы мошенничества. Спасибо. Это был подкаст Stay Secure. Мы записали его при поддержке компании Visa, мирового лидера в индустрии цифровых платежей. Здесь мы говорим об исследовании плати безопасно, которое Visa провела в прошлом году. Именно оно потолкнуло нас к обсуждению с экспертами из разных сфер в этом подкасте. Мы решили разобраться вместе, как распознать мошенничество в сети и не дать себя обмануть. Прочесть исследования Visa и узнать больше о самых распространенных обманных схемах языке онлайн-мошенничества можно по ссылке в описании. Чтобы не пропустить новые выпуски подкаста, подписывайтесь на степь во всех социальных сетях. Это, кстати, безопасно.